Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизни, и мы продолжаем нашу карьеру за Хабьера Муниса. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, я посмотрел всякие разные прохождения летсплея роликов, вот именно карьеры за игрока. Я в FIFA 22 увидел, что уровень в итоге все-таки качается у игроков, даже без того, что вот у нас достигнут максимальный уровень. То есть всякие вот эти вот перочки, там мы уже можем, в принципе, попереставлять местами, но как-то это все равно будет качаться. Здесь у нас вообще написано 81, общее здесь 80. Но я видел, что там к 20 годам у некоторых уже рейтинг, там 21 год был 88 рейтинг, поэтому в принципе, мне кажется, карьера у нас дальше, естественно, будет продолжаться. Потому что хоть одну цель мы достигли, это мы выиграли трофей со сборной с первой же попытки. Но теперь задача попасть в Мадридский Реал и выиграть Лигу Чемпионов вместе с Мадридским Реалом. И тогда наша карьера вот, так сказать, на пике закончится. А пока что мы играем за Валенсию. Сегодня у нас октябрь и ноябрь месяц на ходу. Матчи чемпионата в октябре интересные самые матчи, это, наверное, против Атлетика Мадрид. Больше я такого не могу ничего отметить. Товарищеские матчи сборной мы играть не будем. Если были бы всякие квалификации, а может быть, я бы еще и отыграл. Также у нас Лига конференций против Валеренги будет. Дальше в месяце ноябре Атлетик Бильбао. Ну и Реал Соседат, если можно прям такого интересного соперника выделить. Ну вот как-то так. А пока что у нас домашняя игра против Гранады. Первая строчка против 19-й. Мы в стартовом составе. Я все так же еще выставлен и нахожусь там, кстати, посмотрел. Я нахожусь в списке в аренде. И, кстати, после моего возвращения из Марселя в Валенсию у меня стоит амплуа важный. Всего, кстати, три игрока с максимальной амплуа. Это ключевой, это Карло Солер, Закария и Гуэдыш, как раз, который играет на моей позиции. Но он единственный игрок из этих трех, у которого ужасная форма. Вот. Поэтому как-то так. Я важный игрок. У меня, в принципе, этого достаточно. Но в любом случае буду искать варианты аренды, пока не стану лучшим на своей позиции Валенсии. А там уже буду пытаться искать новую команду именно по трансферу. Ну а пока что Валенсия против Гранады. Поехали. Ну что же. Домашняя наша игра против Гранады. Так, оценка. Не проиграть. Забить гол за пределы штрафной. Давайте оценку возьмем. Потому что насчет другого я не знаю. Можно было, в принципе, взять и не проиграть в матче. Потому что вряд ли мы проиграем 19-м месту. Но вот оценка, мне кажется, более реальная для нас задача. Но передача до нас доходит. Это отличный вариант. И отлично. 1-0. 23-я минута. Нас никто сильно там и не держал. Как-то вот опека отсоединилась от нас. Поэтому замечательно. Выходим вперед. 1-0. Учитывая то, что я чемпион мира. В 18 лет. И вот сейчас хороший момент. Еще у нас появляется. И это дубль. Дубль ворота Гранады. Очень хорошо сейчас раскатали. И увеличиваем преимущество Валенсии. В матче. В котором мы, в принципе, должны разогромно побеждать. Пока что у нас все к этому и ведет. У этого углового подачи от Муниса. И Ануачу забивает. Отлично. Моя голевая передача уже какая вот по счету именно с углового. Для меня сейчас вот на ум приходит именно с такими вот точными подачами. Это Тони Кросс. Очень дальние у него хорошие передачи. Вот честно, я сейчас не вспомню. Напишите в комментариях, кто вот по вашему мнению очень хорошо подает угловые в мировом футболе. Мне просто интересно, кто вот мог бы сравниться со мной. Потому что у меня практически там каждый третий, четвертый угловой это гол на моем счету. Замечательно. И все. Не дал даже сейчас продолжить атаку, хотя я был с мячом возле ворот. Может быть я бы хэтрик забил. В итоге 3-0. Мой дубль плюс голевая передача. Я поучаствовал сегодня во всех забитых мячах. Так, ну что же у нас по XG. Мне интересно. Мы наиграли, да, ровно на 3 мяча. Если так округлить. Граната даже на 1 не наскребла. Ну а по оценке я лучший игрок. Понятно, 10-0. Дубль плюс голевая. Также голевую отдал Манафа и Марко Сандре сегодня. Так, ну и по заданиям. Мы выполнили все, кроме голы дальними ударами. Мы выиграли в матче. Оценка выше девятки даже. Супер. Так, ну что же. У нас сейчас товарищеская игра. Австралия против Мексики. Поэтому мы ее симулируем. Быстрый расчет. Так, ну да, в принципе мы же играли. Так, я не помню, как-то вот играли. Не помню только где. Так, 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 так. Мы сыграли в ничью 0-0. И нас заменили на 63-й минуте. Причем вышел Масиас, который не забил. Я так понимаю, либо там пенальт, либо что. Вот на 72-й минуте. Ну вот как-то так. Ну что же, задание было. А, ну только как по оценке. Ну здесь рассчитывают. 6-0. Я получил оценку. А требовали там не ниже семерки. Ну вот как-то так. Так, сейчас у нас сыграем Мексика против Аргентины. Мы снова в старте, да. На позиции форварда. Рассчитываем. Так, ну мы, кстати, выиграли. Мы выиграли. Нас даже не заменили. Но мы... Или заменили, я не знаю, где... Как посмотреть. А, вот, Марсел забил на первой минуте. И Вега на 73-й. Поэтому все, нас не меняли. Супер. Так, ну и рейтинг матча. Мы, кстати, выполнили. 8-1. Иначе неплохо так отыграли. Не знаю, кстати, может быть, я голевую отдал. Раз такой рейтинг высокий. Так, увидел сейчас новость. В сентябре Мунис признан игроком месяца. Потому что мы это, в принципе, и не видели. У нас начало-то было в октябре. Не знаю, на каком матче. Поэтому новости еще такой не было. Но вот. Замечательно. Вроде второй месяц подряд в Валенсии я становлюсь лучшим игроком. Замечательно. Ну что же, сейчас у нас выездная игра. Первая строчка играет против третий. Атлетика Мадрид против Валенсии. Интересный матч. Мы идем пока что без потерь очков. 8 матчей, 8 побед. Поэтому замечательная статистика. Ну и мы все так же в старте. Играем на выезде. Поехали. Так, а мне, кстати, сейчас даже не дали задание выбрать. Очень странно. Но выбрали нанесите удары по воротам. Две, ну и либо три. И с дополнительной задачей. Поэтому. И обводки. С оценкой. Поэтому в принципе можем выполнить. Так, Рауль с мячом. Удар. И 1-0. Атлетика вот так вот быстро как-то забивает. Я не понял. Это самый, да. Рауль Хименес. Кстати. Из моей сборной. Я не помню. Вроде он играл на фланге. Если я ничего не путаю. На чемпионате мира со мной. Сразу хорошая передача на Маркса Андре. Тот на вас. А вас на меня. И. А мы вот так вот сразу же буквально и отвечаем. 1-1. 18-ая минута. Супер. И вот вперед. Хорошую. На меня передачу отдают. А мы отпасовались обратно. Ну как сейчас филигранно все сделали, а? И Распадори еще забил. А у нас уже гол плюс пас в первом тайме. Супер. Просто хороший комбинационный футбол. Прям как Тикитака в Барселоне была. Еще до первого тайма. До окончания первого тайма мы вышли вперед. На выезде. Молодцы. Тут пройдемся. Отлично. Савича оставили неудел. И пробьем еще. И отлично. Наш дубль. На 85-й минуте мы забиваем. И снова такая же ситуация. Дубль плюс голевая. Супер. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Дубль плюс голевая на моем счету. При том, что это еще и, можно сказать, волевая победа. Потому что мы проигрывали по ходу матча в один мяч. Ну что же. Я снова лучший игрок по оценке. И в принципе, MVV матча дубль плюс голевая у меня также Распадори забил. Закарий и ВАЗ отдали по одной голевой передаче. Так. Ну и по XG. Мы наиграли ровно, кстати, на три мяча. Вот. Ну и Атлетика на один. Поэтому счет абсолютно по игре, по статистике, если так можно сказать. Ну что же. Все три задания мы выполнили. Оценка. Обводки. Три удара ровно сделали. Замечательно. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Валеренги. Они проиграли два старта в Экклезио матче. А мы их выиграли. И вот третий и четвертый тур мы будем играть именно против них. Честно, не знаю, откуда это Валеренга. Не знаю, там будут писать или нет. Вроде даже не пишут в нынешних частях ФИФы. И с какой стороны команда. Ну, мы снова в старте. Поехали. Ну что же. Вы и знаете, для нас игра в Лиге Конференции. Так. Оценка. Передача на половине поля соперника. Либо гол за пределом штрафа. Давайте вот уже не оценку тогда, а вот попробуем десять передач на чужой половине сделать. Хотя я больше, наверное, такой футболист-эгоист. Беру на себя большую часть времени. Но будем стараться сегодня выполнять это задание как раз. Так. Распадори. Замечательно через меня отыгрался. Ну а мы подадим там на Ануачу. Не знаю, дойдет. Да. Голевая передача. То есть мы успеваем и задание выполнять на чужой половине поля передачи. И вот еще и голевую отдать. Поэтому пока что будем распасовываться. Там, дай бог, получится и самому забить. Так, а вот неплохой вариант. И на Марк Сандре мы отдаем еще одна голевая передача. Замечательно. И Марк Сандре как-то так странно пробил в этом моменте. Но главное, что получилось забить. Я уже думал самому там идти, но получилось как получилось. Самую девятку прошел этот удар. В любом случае победа, выездная уверенная победа. 2-0. Ни одного мяча не забил, но отдал две голевые передачи. Тоже неплохая, я считаю, статистика. Вот оценка у меня 9-2. MVP матча. Гол забил Ануачу и Марк Сандре с моих голевых передач. По их джиму наиграли вот на четыре мяча. Но и Валеренко, кстати, на два, если так округлить и в большую сторону, наиграла. Так, ну вот и по заданиям. Выполнен только рейтинг матча, посыл атаки. Но вот гол, к сожалению, мы вообще ни один не забили. Но главное, что другие два задания мы выполнили. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Алавеса. Они идут на 15-й строчке. Давайте будем начинать. Мы, естественно, в старте. Поехали. Ну что же, Валенсия против Алавеса. Так, задание оценка, голевую передачу и точные передачи. Давайте попробуем вот точные передачи. Не меньше 65. А сколько нам с дополнительным заданием? 75%. Ну, будем стараться, точнее, распасовываться. А мы еще и на Маркса Андре. Вас на меня. Мы через Маркса Андре. И тот забивает. Замечательно. Я мог и сам, конечно, там уже забить. Но у меня в заданиях отдать голевую передачу. Поэтому лучше сначала выполнить эти задания. А потом уже лично на свою статую играть. Ну и все, здесь можно убегать. И я не знаю, либо голевую передачу сейчас отдавать, либо самому забить. Постараться. И... А мы сами забили. Супер. 20-ая минута. У нас гол плюс пас. Замечательно. Хорошая передача на Маркса Андре. Тот на Распадоре. Ну и здесь уже и мы получаем мяч. Входим в штрафную. Аккуратный финт. Передача. И... И Закариас забивает с моей голевой. Я тут подумал. Я сейчас лучше бомбардир Ла Лиги Сантандер. Поэтому, мне кажется, стоит немножечко на голевые свои передачи поиграть. Чтобы быть лучшим и по ассистам, и по голам. Голы-то легче забить. Там просто на собственном умении, таланте. Вот это вот легко. Но вот передачи чаще всего труднее отдавать. Поэтому пока что будем играть на голевые стараться. Здесь вот отлично ушли еще и от подката. И голевую на Распадоре. Отлично. Три голевые плюс голу на моем счету сегодня. Поэтому супер. Главная сейчас у меня задача это стать еще и лучшим ассистентом в Ла Лиге. И быть в топах по бомбардирской гонке. А вот эта вот ошибка ужасная сейчас. Могла и привести к пропущенному мячу. И так и происходит. Сильва забивает. 72 минута. Гол престижа Лавеса. И вот Закария. Шикарный пас на меня. И это дубль. Отлично. 90 минута. 5-1. Мы делаем дубль. И отдаем три голевые за матч. И все. Финальный сесток. 5-1. Разгромили дома Депортива Лавес. Лучшим игроком матча признан я. Два забитых мяча. Три голевые передачи. Также Закария. Тоже получает оценку 10-0. У него гол плюс пас. Ну и по XG мы наиграли только на 4 мяча. Значит как-то либо у нас очень хорошо нападение сыграло. Либо у них оборона провалилась. Но вот Лавес на свой единственный мяч все-таки наиграли. Ну что же. По заданиям на матч мы выполнили абсолютно все. Рейтинг матча получили. 10-0. Отдали три голевые передачи. Хотя просили 1. И точность передач. Просили 75%. Мы сделали на 94. Так. Ну что же. У нас прошло 10 туров. Я считаю, что можно уже более-менее какие-то итоги на вот этой контрольной точке. На данный момент в Ла-Лиге Сентандер я лучший бомбардир. 14 забитых мячей за 10 матчей. Ну и по голевым тоже. 8 голевых я отдал за 10 матчей. Поэтому и там и там я на первом месте. Но вот и по голам Депай может меня и догонит. Три мяча всего лишь отставания. Ну а здесь Педри. Две голевые всего лишь. И уже может нагнать. Ну сейчас у нас выездная игра против Малаги. Они тоже идут где-то внизу турнирной таблицы. 16 строчка у них. Малага против Валенсии. Поехали. Ну что же. Задание на матч. Оценка. Успешные навесы. И удары по воротам. Я даже не знаю. Давайте попробуем навешивать. Давно мы, кстати, это в принципе не брали. И когда у нас появляется такое задание, мы его чаще всего не выполняем. Поэтому давайте будем пробовать точно навешивать сегодня. И вот он. Хорош какой момент. Просто. Замечательный пас. И мы забиваем. Естественно. Ну а как здесь не забить-то, когда такую передачу сладкую отдают. 61-я минута. Валенсия. Малага. 1-0. Так. Передача еще и до меня дошла. Хорошая передача на Васа. И... А тот прострелил. И все супер. 2-0. Предголеваемая передача. Ну, к сожалению, никуда она зачтена не будет. Но увеличиваем наше преимущество. Ануачу на меня. И снова у нас шикарный выход сейчас. И... И забиваем дубль. 86-я минута. Нас могли там сбить. Но мы не сломлены. Мы продолжили нашу атаку. И получилось забить дубль. И все. Финальный свисток. Со счетом 3-0. Мы обыграли Малагу на выезде. Выполнили, кстати, все задания. Но и забили дубль. Оценка у меня 10-0. Я игрок матча. 2 забитых мяча. На моем счету. Ануачу был плюс пас. Вас отдал. И Распадори. Распадори одну голевую передачу. Итак, по XG мы, кстати, наиграли на 8 мячей. 8. У нас было 14 ударов. При том, что еще и точно 64, кстати, маловато. Но в любом случае. Но Малага ни одного даже там процента вот этого 1-10 XG не накопили за матч. Так, по заданиям мы все выполнили. И оценка, и навесы, и 3 удара по воротам. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Альмерии. Они идут, кстати, в середине турнирной таблицы. 9-я строчка. Поэтому посмотрим, что у нас получится сегодня сделать. Мы, естественно, в стартовом составе. Поехали. Ну что же, очередные задания на матч. Так, оценка. Командное владение мячом. Это я уже точно никак не сделал. И голевые передачи. Давайте здесь уже оценку возьмем. Потому что за командное владение мячом я ответственным быть не могу. Если только сам буду держать мяч и никому не отдавать. Но по голевым будем стараться один пас как минимум отдать. Увидел меня, отдал хорошую передачу. Ой, а вот это штрафной. И прямая красная сразу же. Вот так да. Получает ее Лукас Робертоне. И вот так вот. Альмерия в меньшинстве уже на 11-й минуте нам забивает. Потому что сравнивать счет нам нужно обязательно. И вот, отличный же прострел. Но почему опять же не через меня-то, а? Ладно забили. Ладно сравняли. Но почему нельзя было сразу же пробить? Мне надо сразу же успевать нажимать и на пас, и на удар. Что показать партнеру, что бей. Но это очень славно. Когда вот такая вот уже распасовка буквально на самом платке происходит. А я остался вот неудел в этой атаке. Мне тоже обидно. Проходит с мячом. И распадори все-таки забивает. И перед самым перерывом мы выходим вперед. Ну и отдали голевую передачу, которую от нас просили в сегодняшней встрече. Через нас неплохо. Здесь мы еще и ушли от подката. И от второго. Ну просто шикарную сейчас игру в атаке мы показываем. Но здесь только забивать. Только забивать. Ну просто замечательно. Навертели, накрутили. Еще и гол важный забили. Увеличиваем наше преимущество в матче. Вот сейчас просто хочется, да, вот, так сказать, телевизионным взглядом посмотреть. Ну, в принципе, красиво. Но чуть бы подальше бы эту атаку показали. Но дриблинг у нас изумительный. И завершение тоже. Так, а вот и распадори. А вот и снова наш хороший момент. И замечательно. И это дубль. И это оценка 10.0. Осталось у нас еще 30 минут. Задание мы все почти выполнили. Теперь осталось просто держать мяч и накапливать командное владение мячом. Финальный свисток 4.1. Я просто уже действительно забрал мяч. Душнил в концовке. При счете 4.1. И просто не давал Альмерии владеть мячом, чтобы выполнить это чертово задание. А сейчас посмотрим, выполнили или нет. Я лучший игрок матча. Два забитых мяча у меня. И плюс одна голевая. Распадори тоже получил оценку 10.0. У него гол и 3 голевые передачи. И также гол забил Карл Солер. Так, ну и по XG. Мы наиграли на 3, кстати, мяча. Альмерия на 2. Ну вот. Вот так вот получилось. По владению, да, мы заработали там себе баллы. Потому что надо было 65% владение мячом. Мы наиграли на 67. Супер. Вот, как вы видите, все задания выполнили. Оценку, командное владение. И отдали 1 голевую передачу. Ну что же, сейчас у нас стартует четвертый тур Лиги Конференции. И мы играем снова против Валеренги. В третьем туре мы тоже с ними встречались. Обыграли их со счетом 2-0. Поэтому попробуем и сейчас снова их обыграть. И, кстати, кандидаты на звание игрока месяца в октябре в Ла Лиге. Так, ну тут Хименес, который забил, кстати, Валенсии. И 3 игрока из Валенсии. Это Ануачо, скорее всего. Нет, это Закария. Прошу прощения. Закария и Распадори вместе со мной. Поэтому вот посмотрим. Вроде как, я не знаю, сейчас посмотрим, какие месяца были за мной. Сентябрь, август точно были. Так, вот моя карьера. И именно вот этот сезон. Да, 2 месяца подряд я становился лучшим игроком месяца в Ла Лиге. Это вот как раз получается сентябрь и август. Ну и сейчас попробуем 3 месяца подряд завоевать. Не знаю, получится или нет, посмотрим. Но мы отправляемся на домашнюю игру против Валеренги. Четвертый тур Лиги Конференций. Поехали. Ну что же, домашняя для нас игра в Лиге Конференций. Так, оценка достигнется. И давайте вот обводки. Потому что 2 гола вряд ли у меня получится забить. Но мы постараемся, раз все-таки это задание у нас появилось. Ну и оценку, в принципе, уже можно будет получать, если мы забьем эти 2 гола. Поэтому сегодня на нас тренер рассчитывает как на забивного игрока. Так что постараемся. Распадорим. Здесь сразу можно было бы на меня пасовать. Не вышло. Вот. И Закария забивает. Отлично. 26-ая минута. Не поучаствовали мы, к сожалению, в этой атаке. Но в любом случае вышли вперед. Теперь как-то вот поспокойней можно выполнять свои задачи. Будет, к сожалению, угловой. Но мы его, в принципе-то, подаем. Сейчас бы на Ануачу постараться подать. И Ануачу. Хороший был удар. И еще один. И это 2-0. Но, правда, я сейчас снова голливую-то не отдал. После первой подачи вроде как неплохо пробил. Но голкипер все равно отразил удар. Вот со второй попытки получилось забить. И пытаемся, и пытаемся найти вот эту вот лазейку, чтобы забить гол. Хотя бы один. И получается. Отлично. И мы, наконец-то, забили. Можно я мяч возьму? Нет? Да. Отлично. 61-ая минута. Счет у нас 3-0. Я забираю мяч, потому что у меня стоит задача на эту игру забить дубль. Отлично справился. И движется вперед. Есть, конечно, здесь у нас проблемки небольшие. И получается. И получается забить. Так аккуратно я даже перебросил как-то. Хотя бил простым ударом без вот этой паненки, без удерживания L1. Но получилось забить. Это супер. И вот здесь еще и Айоу забивает. 5-0. 77-ая минута. Так, через меня. Неплохо. А вот и Ивоби. Ну забей. Ну забей, Ивоби. Не получается у Ивоби сейчас забить и записать мне на свой счет голевую передачу. Но мы выигрываем 5-0. На моем счету только два забитых мяча. Задачу я от тренера выполнил. Но вот улучшить свои бомбардирские, ассистентские вопросы в Лиге Конференции не получилось сильно. В итоге я игрок матча. 10-0 у меня оценка. Распадори отдал две голевые передачи. Закария Ануачу забили по одному голу. Айоу гол плюс пас. И ВАЗ отдал одну голевую передачу. По XG мы наиграли на 5 мячей. Все замечательно. Но Валеринга даже на 1 не наскребла. Так, ну и здесь на статуэточку нам дали. Вот все задания мы выполнили. Замечательно. Так, ну и сейчас у нас выездная игра в чемпионате. Мы играем против Атлетика Бильбао. Они идут на 10-й строчке. Я бы хотел сейчас посмотреть перед этой игрой, что у меня в принципе. Так, 18 плюс 5, будем так говорить, в бомбардирской гонке. И плюс 1 по ассистентской, поэтому надо постараться голевые сегодня побольше раздавать, потому что у меня тот же Распадури скоро обгонит. Атлетик Бильбао против Валенсии. Поехали. Так, задание на матч. Оценка, командное владение и точные передачи. Вот здесь я честно не знаю. Давайте точные передачи попробую. Вот. Потому что мне сегодня бы постараться не забивать, а голевые побольше отдать. У меня плюс 1 отрыв в ассистентской гонке. Поэтому будем стараться. И снова еще хороший отбор такой пошел. Распадури. И. И отлично. Просто я сейчас на грани ассайда там, наверное, сыграл. В итоге получилось отпасовать на Ануачу. Правда, не знаю, как там было все по ассайду, но все супер. И было бы унизительно для Уна Симона, если бы он еще бы и между ног пропустил. В итоге нет, он рядом мяч так вот пролетел. Ну, замечательно. В плюс 2 мы теперь ведем по ассистентской гонке. Опережаем Распадури. И. Отлично. И Распадури забил. Две голевые мы уже отдали за 30 минут. Очень хорошая у нас выездная игра сегодня получится. И все. Финальный сысток. Уверенно переиграли на выезде Атлетик Бильбао. Отдали две голевые передачи. Но одно задание мы не выполнили. Сейчас покажу какое. Так. Ну, по оценке я лучший игрок матча. 8,6. Маловато, конечно. Но все равно две голевые передачи отдал. Распадури и Ануачу вот забили. По Икс Джима наигрывали на 5 мячей. Забили только 2. Ну и Атлетик Бильбао на один мяч наиграл. Но мы отыграли насухо. Так. Ну, в принципе, все это три задания мы выполнили. Но не сделали вот именно вот это дополнительное. Мне надо было 75% точных передач. У меня 73. Поэтому вот это задание не засчитали. Но главное, что получилось командное владение. До 60% добить. Также снова в концовочке уже просто мяч у себя держал. Так. Ну и в октябре. То есть уже третий месяц подряд. Я становлюсь лучшим игроком Ла Лиги. Просто замечательно. Так. Ну и у нас сейчас товарищеская игра. Сборная. Китай против Мексики. Так. Мы в стартовом составе мы играем форварда. Но, естественно, быстрый расчет. Так. Ну мы победили со счетом 2-0. Я, кстати, забил на 51-й минуте. Вывел Мексику вперед. И отыграл полностью, я так понимаю, матч без замен. Так. Так. По заданиям я выполнил оценку. У меня 8-4. Я еще стал игроком вот этого товарищеского матча. Так. Ну и сейчас у нас снова игра сборной. Вторая. Австралия против Мексики. Ну и снова мы рассчитываем. Так. Здесь мы победили со счетом 4-2. Давайте посмотрим с самого начала. Мы забили сразу же на пятой минуте. На сороковой забили второй. Вели 2-0. И перед перерывом пропустили. Счет стал 2-1. В любом случае в нашу пользу. Потом австралийцы сравняли счет. 2-2 был. Родригес забил. Стал счет 3-2 в нашу пользу. Пинеда потом забил счет 4-2. И я, так понимаю, не забил пенальти в этом матче. Но все равно один забитый мяч на моем счету. Вряд ли я стану там игроком матча. Но сейчас посмотрим. Да, меня не показывают со статуэткой. Но я получил оценку 9-0. Поэтому не знаю. Я или не я получил. Видно, что мексиканцы празднуют. Но меня со статуэткой этой не видно. Вот. Меня только сейчас показали. Но без статуэтки. Так. Ну и сейчас у нас снова выездная игра. Теперь уже против сельты. Они идут на девятой строчке. Но давайте также посмотрим, что у нас здесь. По бомбардирской гонке все так же. Плюс 5 мы ведем. Хоть и не забили в прошлой игре. Ну и в ассистентской гонке. В плюс 3. Поэтому все здесь замечательно. Поэтому просто давайте сейчас повыполняем задание, которое нам тренер на игру даст. И все. Сельта против Валенсии. Начинаем. Ну что же. Мы приехали на выездную игру. Так. Оценка. Командное владение. И обводки. Давайте обводки попробуем. Это просто самое легкое задание. Ну. Задание по забитым мячам, по голевым у нас нету. Поэтому будем просто пытаться по очереди. Там сначала гол, потом голевую пытаться отдать. Поэтому как так. Посмотрим, что из этого выйдет у нас сегодня. Неплохо. Дальше развивается атака. И. Ну супер. Ой как. Здесь еще и ноу-луком так забили. 13-ая минута. 1-0. Мунис выводит вперед Валенсию. Вас еще не может вот никак все отдать. В итоге Ануачу забивает. Счет 2-0. Но голевую я не отдал на него. Вот хорошая передача на Васа. А он еще и пасует. Но вот Распадори забил. А я опять голевую не отдал. Это минус. И все. Финальный сесток со счетом 3-0. Мы разгромили Сельту. На выезде у меня один забитый мяч. И без голевых сегодня. Игроком матча в любом случае стал я. 9-1 у меня оценка. Васа отдал 2 голевые передачи. Забил гол Распадори и Ануачу. Еще один пас на счету Закарии. Ну и по XG мы наиграли на 5 мячей. Ну и Сельта на 1 мяч. Немножечко так наскребла. Так. По заданиям мы все выполнили. Рейтинг матча сделали. Командное владение прям аккуратненько так минимально сделали. Ну и обводки тоже. Поэтому все супер. Ну что же. Сейчас у нас пятый тур. Лиги конференции. Играем на выезде против АЗ. Давайте посмотрим перед матчем. Где там вообще мы в бомбардирской и в ассистентской гонке. Так. В бомбардирской я вижу только... Ага. Вот Ануачу и мы кстати. Нам надо забивать побольше. Желательно хэтрик против АЗ. Потому что на 2 мяча мы отстаем до первого места. Ну а по голевой гонке мы идем на первом месте. На 2 голевые опережаем ближайших преследователей. Как раз Васа нашего одноклубника. Поэтому надо постараться побольше нам забивать. Ну и выполнять задание тренера. АЗ против Валенсии. Поехали. Ну что же. Мы приехали в Голландию. Матч АЗ-Валенсия. Так. Оценка. Голевые передачи и точные передачи. Я даже не знаю. Давайте оценку попробуем взять. Но первым делом нам надо отдать голевую передачу. А дальше постараться забить хэтрик в ворота АЗ. Ануачу. Супер. И пас пяточкой и забивает. Отлично. Все. Задание от тренера мы уже точно сделали на этот матч. И лично для себя. Я там не помню сколько мы уже. 7 голевых отдали в лиге конференции. Вот так вот еще замечательно пяточкой отыграли на Ануачу. И Распадори. Тоже забивает. В этой атаке я вообще не поучаствовал. Но 2-0. Ну и пробить бы уже нужно было. Но снова не идет у нас никакой удар в створ. И вот еще один хороший момент. И все-таки забиваем. И все-таки забиваем. Надо бежать еще за мячом. Потому что мне надо увеличивать отрыв бомбардирской гонки. Нет. Он не стал даже мяч брать. Но 54-я минута. 3-0. И потеря мяча. И все. Со счетом 3-0 мы обыграли АЗ на выезде. Отдали голевую и забили 1 гол. Поэтому гол плюс пас у нас за сегодняшнюю встречу. Мы стали лучшими игроками матча. Также Распадори гол плюс пас. Ануачу забил 1 гол и ВАЗ отдал 1 голевую передачу. Так. Ну и по ХГ мы наиграли на 4 мяча. Ну и АЗ на 1 мяч все-таки-то наиграли. Так. Все 3 задания мы сделали. Правда не получилось 10-0 сделать оценку. Отдали голевую передачу. И точные наши передачи 70%. Так. И у нас сейчас домашняя игра против Реал Соседада. Давайте посмотрим, что у нас по забитым и голевым. Так. Ну плюс 6 по забитым мячам. Плюс 3 по голевым. Так что по мячам забитым вроде как все в порядке. Ну и там посмотрим. Повыполняем задания тренера. Если что будем акцент делать в этом матче на голевые. Валенсия против Реал Соседада. Поехали. Так. Ну что же. Задание на матч оценка. Успешные навесы. И 5 передач на половине поля соперника. Давайте я попробую оценку взять. Ну и будем пытаться сегодня делать акцент на голевые передачи. Так. Ануачу неплохо. Мунис. Замечательный. Шикарно. Здесь разобрались. И пас еще и на Ануачу. И он забивает. Замечательно. Десятая минута. 1-0. Так. Мунис на подаче. Хорошая пошла. На Ануачу. И это голевая передача. Отлично. На сегодня и задание было. Успешные навесы. Вот еще и гол с углового получилось сделать. Но здесь вот Ремира. Вратарь. Реал Соседада. Еще от его рук мяч залетает. И Ануачу забивает дубль. А у нас дубль голевыми передачами. Ануачу хлестко так на меня отдает. И. И Ануачу забивает. Это моя третья голевая передача. Это хэтрик. Ануачи. И все три мяча он забил с моей голевой передачи. Это просто супер. И мы пропускаем. Исак забивает нам. Счет у нас в итоге 3-1. Мунис разгоняет атаку в своей зоне. И уже в штрафной. Ну и сейчас просто надо забить. Просто забить. И Мунис забивает. Делает счет 4-1. После того как мы сделали хэтрик голевыми передачами. Мне кажется и самому уже. Можно позабивать. 4-1. 4-1 мы обыграли Реал Соседад. Хэтрик. Ануачу. Моя одна голевая. Нет. Три голевые передачи. Один мой гол. Вот. Три плюс один у меня получился за этот матч. Я стал игроком матча. Замечательно. Ну а Ануач тоже получает. Здесь на оценку 10-0. Ну и также одну голевую на мой уже гол дал Распадори. Ну и по ХГ мы наиграли на три мяча. Реал Соседад вот на один свой гол все-таки наиграл. Итак. По заданиям мы сделали все на оценку. 10-0 получили. 100% у нас успешный навес. И 7 передач на половине поля соперника. Так. Ну и также здесь появилось голосование. Кто станет игроком года 2022 года. Мбаппе. Лаутаро Мартинес. Садио Мане. И Мохаммед Салах. Нас пока что здесь, естественно, нету. Но вот новое голосование. Название игрока месяца в ноябре. В Ла Лиге Сантандер. Распадори. Депай. Ануачу. И мы. Поэтому посмотрим, получится ли у нас 4 месяца подряд. Становится лучшими игроками лиги. Но это мы узнаем уже в следующем выпуске. Я так понимаю, что вот даже сейчас не будет еще известно. Да, еще до сих пор неизвестно. Но и также неизвестно, кто получил золотой мяч. Это мы узнаем, я так понимаю, в следующем выпуске. Ну а на сегодня все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok